Ранее два юридических лица, ЭКСО, тоже было нападение именно общественного объединения, кратчеров, и благодаря ЭКИ-прессу и нашему выступлению дело было воздушным. Но заметьте, наше дело приостановлено, а приостановлении пункта третьего, в связи с тем, что они не могут найти других соучастников. Я хотел бы отметить, что, я пропустил, это происходит в Первомайском районе, то есть в УД, в Первомайском районе, в УД-шке. У нас есть токет, я бы даже могу сказать, 259-е, организация объединения, посягающей на личности прав граждан. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность, которую сопряженно сносили над гражданами или иным причинением бреда к их здоровью, либо сползением граждан к отказу от исполнения гражданской обязанности или совершение иных противоправных деяний, а равного руководством таким объединением. Заметьте, об этом за время рейдов, чтобы вчера не было не было дана оценка со стороны Министерства на таком делах. В Ютубе есть все, там есть состав. Все есть. Заметьте, мы не для кого не секрет. Я далек от того, что наше гретое сказали, что слабое государство, что это неисполнение. А почему именно данная ситуация происходит именно в тот момент, когда у нас появился новый министр? Почему он сам это все пропускает? Почему? Если бы в Свердловском районе, когда был первый рейд, вы заметите, они поднимают вопросы о хулиганстве. Какие может быть хулиганства? Я могу показать и вычитать несколько. Смотрите, 259-я статья Уголовного кодекса, 234-я умышленные действия в группе, нарушающие ответственный порядок, незаконное задержание, незаконное лишение свободы. Разве мы не можем применять совокупность данных? Людей удерживают. Вы заметите, там даже людей, я скажу, кантовальны. Ну, разве так можно, чтобы не давать оценку? Допустим, если я пошел куда-то, заходят данные люди, фиксируют на видеокамеру. Кто обо мне что подумал? Заметите, мы просим всего лишь, чтобы Министерство внутренних дел отработало полностью. В ради этого нашим государством финансируется полностью все каждые действия. Мы же деньги оплачиваем. Мне обидно то, что все знают в обществе, что для того, чтобы возблить уголовное дело, нам нужно давать деньги. Заметьте. Почему все мы боимся милиции? Почему мы боимся милиции? Для того, что если милиция одерживает, где-то звонит нашим знакомым, и давайте разведемся. Разве я не прав, уважаемый Министерство внутренних дел, потому что обращение, которое мы делаем, для того, чтобы возбудить уголовное дело, нам приходится доплачивать, как макет-ресс. Почему мы должны доплачивать? Конституция нам гарантирует. Ради этого, ради этого многие... Вот, уважайте в своей жизни. Мы гораздо раз надеемся. И когда говорят, что слабость государства, причем слабость государства? Разве это не мошенники со стороны милиции, если они получают деньги, деньги получают, ну, именно, именно, я это утрижу, конечно, войдя в доверие, получая деньги, не исполняя. Это у меня боль, заметьте. Если я буду поднимать, сейчас, засчитывать им уголовный кодекс, тебе прописано, что они должны быть делать. Заметьте, почему их задержали 6 часов? По уголовному кодексу в течение 3 часов они должны предъявить, либо отпустить. Либо по истечению 3 часов они должны дать время, чтобы она отдохнула, потом только возобновить. Заметь, незаконно удержание, это в нашем обществе стало нормально. Вы слышали, что у кого-то незаконно удержали, и судей признали, что действия милиции, что мы незаконно удержали? Нет? Соответственно, я когда-то адвокат скажу, в виде камеры все есть, они сами опубликовывают. И к тому же, я думаю, что данным делом займется именно ГКНД непосредственно. Если на площади АЛЛАТО поднимает вопрос, что станет друг разом, это уже радикалы, это сепаратизм, но завтра, если другой у нас человек не может вечером быть в изоляции, сейчас они выступают в открытую. Но если у них защита начнется, а если они в масках будут выступать? Если мы сейчас не можем удержать, а в масках как мы можем их узнать? Мы просим всего лишь министра, внутренних дел, уважаемый нашел, чтобы он действительно применил меры процессуальные принуждения. Люди звонят и пишут заявление и поддерживают. Все там написано, и они все знают, и организаторов. Я уклон не делаю на 259. Люди по нашему ЭКСТО возбудили по самому правству. Ну, заметьте, уважаемые нужна листы. Само правство, либо хулиганство. Ну, хулиганство же, которое четкое, умышленное действие, грубо нарушающее общественное порядок. Они зашли, прохулиганили ушли. Ну, такое ощущение, как будто либо следовательный компетент, либо со стороны министерства внутренних дел идут либо договорные, либо какие-то обязательства. Заметьте, почему на улице кто-то украл за 200-ку, он все равно оказывается. А здесь идет призыв. Призыв. Еще поднимаем просто национальную. Как мы можем поднимать, если мы не можем водить пищу? Голова 19, хотя кто-то 3-4. Там четко прописано, независимости от пола, расы, или распределения, государство нам должно дать гарантию. Вот вы скажите, вы можете дать гарантию? Мы за что платим? Мы же, честно сказать, мы же с ним у них долг не брошены. Мы просим всего лишь защитить. Ну, что творится? Я думаю, я надеюсь. Вот недавно что было выступление нашего министра, он поднял вопрос о бубок, что ранее в 11-м году у них были кадры. Давайте зададим вопрос именно начальника улова Октябрьского района. Заметьте. Если вам будет интересно, если вы съедите каждый УВД, путь Октябрьский, заметьте, чтобы зайти к следователю, там блокпост. Там целые мероприятия. Легче попасть в ГКНБ. Понимаете? Вы как зайдете в Первомайский, попробуйте, в Первомайский заходите, следующий, горта, при входе, выходе то же самое, покамись. А для чего это все? Это все для коррупции. Почему мы не можем реализовать? В связи с чем нас задерживают в органы министра, вы для чего пришли? Мы пришли для реализации своих конституционных прав. Почему мы должны платить 6 тысяч на определенную сумму в Лаке Прес, чтобы нас услышали? Вы заметите, я прошу, чтобы вас ввестили. В связи с чем, аналогичная ситуация может быть, звучит с каждым. вам дом врывается, снимаем и пропустите вот по Ютубу, потом вы докажите, что это не вы. Или вы просто пришли. Кому что-то происходит, если они же милиция действительно занимается только делами, либо фальсификацией всякого рода преступлений. они придумывают преступлений, выгодные. А когда есть действительно преступления, ну почему они не могут? Они обязаны. Все.